Как ты думаешь, Вертелкин, наука это ужасно или интересно? Конечно, интересно, Крутилкин! Именно поэтому наши Ну и Ну новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным ребята и слушают. А если кто-то еще не слушал Вертелкин? А вот это Крутилкин ужасно! И что делать? Набрать в поиске Ну и Ну. Ну и слушать. Ужасно! Ужасно интересно Все то, что неизвестно Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио Очередной выпуск программы Ужасно интересно Все то, что неизвестно А знаете ли вы, что... Ресторан для белок существует В Америке, в небольшом городке Оук Парк, местный житель Джеймис Фриланд открыл во дворе своего дома ресторан для белок и птиц. Это уникальное и единственное такое заведение во всем мире. Кафе обнесено небольшим деревянным заборчиком. Внутри стоят маленькие столики, статуи белок и даже вешалка для одежды. Пушистых и пернатых посетителей угощают кусочками хлеба, пиццы, семенами, орехами и яблоками. Как они себя ведут в ресторане, можно посмотреть в Инстаграме и в Фейсбуке Джеймса Фриланда. В своих аккаунтах он проводит прямые трансляции. Деревня с домами хоббитов существует Знаменитый английский фотограф Саймон Делл влюбился в историю о хоббитах. Он нашел в своем саду семейство мышей и выстроил для них целую деревню в стиле хоббита, соорудив дома из маленьких бревен, веточек и мха. Теперь у каждого грызуна есть домик, точно такой же, как и у Фродо, Бильбо Бэггинса и других хоббитов. Фотограф так увлекся, что соорудил еще и маленькую садовую тележку, велосипед, столы со столиками и посудой, фотоаппарат со штативом, сушилку для белья и даже почтовый ящик. Деревеньку фотограф украсил цветами, яблоками, желудями и сливой. Мышки оценили новое жилье, а Саймон устроил с ними фотосессию и выложил снимки в соцсетях. Для белок построили полосу препятствий. Ее построил Марк Робер из Калифорнии. Самую настоящую. В ней есть навесная лестница, лабиринт, два крутящихся колеса, приправа из пружин, катапульта и даже ступенька с сюрпризом. Наступив на нее, белка проваливается и сходит с дистанцией. Чтобы грызуны не пострадали, Робер установил защитные сетки. На финише хвостатые победительницы получают горсть орехов. Этот аттракцион Робер сделал для того, чтобы белки пристали воровать еду из кормушек для птиц. Грызуны довольно быстро освоили полосу и всего через несколько дней добрались до заветных орешков. Так что и птицы сыты, и белки накормлены. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.